Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Моему ребёнку год и месяц. Очень активный мальчик. Всё больше и больше стал провести характер. Капризничает, периодически заказывает истерики, капризы. Не знаю, что делать и как воспитывать в таком родном возрасте. В самом положении очень сложно контролировать эмоции. В голову лезут разные депрессивные мысли. Очень устаю как физически, так и морально. Мы целыми днями на работе. Приходим домой поздно. Родственники не помогают. Указывают свои дела. Чувствую, как больше не могу уносить подобную остановку дома. Хочется от всех от всего сбежать. Домашние дела, весь пыль тоже лежит на мне. Живот растёт. Скажем, в нём становится всё тяжелее. Дальше просто передвигаться. Подскажите, пожалуйста, как быть. Спрашивает ей Елизавета. Елизавета, ну, что вам, что вам вот в такой ситуации, да? Достаточно получается непростой. Можно, значит, подсказать, да? Что можно нам здесь подсказать? Ну, во-первых, я бы сказал, что ваше положение является результатом, что вот такое, знаете, невнимательство к себе. То есть то, что муж приходит домой поздно. Родственники не помогают. И всё как-то вот, ну, по идее, по идее, должно было бы навести вас на мысль о том, что со вторым ребёнком надо бы как-то подождать, да? Но, тем не менее, вы, получается, вторым ребёнком заберемен. И, в принципе, можете вполне справедливо сказать, ну, уже поздно об этом говорить. Да, понял. Теперь, как мне кажется, ваша основная задача – это постараться увидеть, постараться увидеть то, собственно, какое значение для вас имеют дети. То есть вот первый ребёнок, второй ребёнок. То есть как-то, ну, на мой взгляд, довольно очевидно, что вы вот достаточно целенаправленно идёте к своей цели. Какой-то, да? То есть вот, ну, для чего-то вы беременеете первый раз, получается, второй раз. То есть вот для вас какой-то смысл имеет. Но, как это водится, как это водится, вы вполне вот могли забыть вообще, зачем мне, как бы, ну, зачем я это всё делал. И, собственно, потерять энергию. Для чего, из какого чувства я это всё делаю – весьма хороший источник, как, в принципе, воспитание. То есть, ведь вы говорите, что, например, вот, я не знаю, как воспитывать ребёнка в раннем возрасте. Да, вот, ну, вы, там, по сути, вот, так вот, прямо-то и говорите, что, ну, не знаю я, как воспитывать ребёнка в таком возрасте. А как у вас, вот, ну, появляется вот это, вот, это незнание? Вот. Ведь я думаю, что не просто так оно у вас появляется, да? То есть здесь вы от себя явно вот чего-то требуете здесь. Вы от себя явно здесь чего-то ожидаете. Вы от себя явно здесь чего-то хотите. Вот. Только вопрос, на мой взгляд, здесь в том, чего вы от себя хотите? Что вам нужно? Что вы от себя требуете? Вот. И то, что, вероятно, вы, вот, в какой-то момент, просто, просто перестали, что называется, да, воспитывать детей и вообще, ну, заниматься детьми, вы перестали. Из какого-то, вот, испытка, из какого-то, ну, из какой-то, не знаю, теплоты, из какой-то радости, из какой-то, вот, именно, ну, полноты. Вы перестали это делать. И, на мой взгляд, ваша задача сейчас, самое важное, заключается в том, чтобы вновь это увидеть, чтобы вновь это почистить, вот, чтобы полноту. Для этого вам и с мужем нужно поговорить, для этого вам и свой, ну, свой быт, возможно, стоило бы, ну, стоило бы пересмотреть, возможно. Какая-то, вот, такая история. То есть, как бы, ну, напомнить себе, кто вы. Ну, вы, в этих, вот, заботах, как мне кажется, вообще потерялись. Оно не мудрено, конечно, вот, но все-таки поднимать какие-то, вот, сложные вопросы на обсуждение, да? Заявлять о себе, о своих потребностях, скажем так. Очень важно. И, кроме вас, этого не делает никто. Вот. А в данном случае, получается так, что этот баланс, он наручен. К сожалению. К сожалению. К сожалению. И раз этот баланс наручен, то все, все, как бы, вот, ну. А, все ломается. Вот. Понимаете? Это нормально. В данном случае. Что все ломается. Абсолютно нормально. Поэтому здесь задача только вот, эм, как-то забить, условно говоря, тревогу, именно вот, начать тревогу, и вместе с мужем реорганизовать бы. Потому что вы не рабыни, вот, совершенно не рабыни, вот. И вы не, ну, грубо говоря, да, вы не обслуживающий персонал для детей. Вы их мать. Вот. Поэтому, достаточно очевидно, что с мужем, своим, вы что-то делаете не так. Вот. И, в итоге, такая радость, как дети, превращается в ад. Вот. То есть, родители, это, в первую очередь, люди, которые берут на себя ответственность, как бы, за детей. Вот. А в данном случае, извините за, за, ну, может быть, излишнюю такую вот грубость, если вам это покажется грубостью. Я, в коем случае, не хотел бы вас обижать. Вот. Но, в данном случае, вы, к сожалению, ведете себя, вот, довольно безответственно. И это, собственно, нужно корректировать. Личная ответственность, она не в том, чтобы брать на себя больше обязательств, а личная ответственность, она в том, чтобы, парадоксально, брать на себя меньше обязательств. Именно, 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 именно все меньше. Вот. И, порой, это даже сложнее, сложнее отказаться от каких-то обязательств. Вам об этом нужно научиться, если вы хотите воспитать таких вот здоровых детей, научить этих детей быть счастливыми, радоваться жизни и так далее. Вот. И если, если этого вы не сделаете, ну, как бы, ситуация будет, ну, достаточно печальная, достаточно печальная и достаточно грустная будет ситуация. Вот. А ни в коем случае не хочу вас как-то вот пугать, да, потому что, ну, понимаю, что вам нелегко сейчас, как бы, и так вам нелегко сейчас, я понимаю. Но, в то же время и, как-то вот, говорить вам неправду тоже не хочу, вот. Я согласен с своим коллегой Кутрячевым Игорем Леонидовичем в том, что он вам порекомендовал. Вот. Я думаю, что книга, которую он вам порекомендовал, она поможет, да, даст, вот, какие-то такие вот, ну, скажем так, готовые какие-то решения, да. Но семья – это система, и, как бы, ребёнок, ребёнок – это отражение своих родителей. И, поскольку, вот, в данном случае, ребёнок капризничает, вот, он, он, действительно, на самом деле, он, как бы, он выбирает, он выбирает, вот, ну, познавать мир. То есть, он, правда, познавать мир. Но способ, как, как, как он это делает, он выбирает не случайно. Этому способу учите, в данном случае, его вы, вот. Это такой вот урывочный истеричный способ. Потому что, то, что вы делаете сейчас, а вы, ну, выбираете, вы выбираете, как бы, о себе позабочиться, вот. Вы это делаете, условно говоря, ну, в такой вот максимально критичной обстановке. Никогда вы заметили, да, что, как бы, мужчины приходят поздно, родственники не помогают. Тогда, это ведь не только вчера произошло, правильно, и не год назад, кстати говоря. А мы обратились и написали, вот, когда критическая ситуация. И вы уже не можете, вам уже тяжело, это правда. Но посмотрите внимательно на своего ребёнка. Он ведёт себя так же. Он действует так же. Вот это и есть то самое. Измените это, и ребёнок станет спокойным. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok